В Приморье неуклонно растёт количество больных коронавирусом. Врачи отмечают, что большая часть из них – люди пожилого возраста. Пенсионеры составляют около 90% от общего числа заболевших. Основными причинами такого роста, как и прежде, остаются хронические заболевания и плохое состояние здоровья. Также специалисты выделяют открытие школ и послабление режима, как один из факторов стремительного распространения инфекции. За эти 6 месяцев у нас на сегодняшнее утро прошло 4233 пациента. Сегодня находятся пациенты на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, в реанимации 19 человек. 75% наших пациентов – это пациенты средней, тяжёлой и тяжёлой степени. Странно, но тем не менее, в последнее время мы видим тенденцию изменения структуры пациентов. Это пациенты не организованных коллективов, а пенсионеры. С момента начала пандемии врачи практически без отдыха продолжают борьбу за здоровье и жизни людей. Бесперебойное поступление пациентов с диагнозом COVID-19 по-прежнему связано с тем, что люди не используют или неправильно используют средства защиты. Рук в сложившейся ситуации категорически не хватает. Поэтому на помощь приходят простые люди без медицинского образования. У нас санитары – это не медицинские работники. У нас там не было просто в таком количестве медицинских работников. Это были просто люди. Основная масса – это молодые парни до 30 лет, которые пришли сначала, ну, наверное, заработать денег. Честно, да, скажем. Но они все работают с 1 июля по сегодняшний день. Я, разговаривая с ними, почти все они имеют высшее образование. И они говорят, знаете, у нас мировоззрение поменялось. Коллективный иммунитет у приморцев пока не появился и нет оснований, что появится вовсе. Поэтому для лечения в регионе применяют вакцину от COVID-19. Небольшую первую партию уже ввели медработникам. В ноябре ожидается новая поставка. Возможно, этот препарат поможет справиться с болезнью. Однако он все еще находится на третьем этапе тестирования, отмечает в Министерстве здравоохранения. Придет в том числе вакцина для деток, которые имеют аллергическую реакцию, и там будет очищенный препарат именно для них в ограниченном количестве. Для тех детей, у кого есть аллергия на грипп. По поводу коллективного иммунитета, конечно, все его связывают с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. Пока вакцина проходит третий клинический этап испытаний на здоровых добровольцах. Только за прошедшие сутки в регионе выявлено 123 новых случая заболевания и два летальных исхода. Ситуацию сравнивают с военной. Врачи настоятельно рекомендуют людям соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты. И ваша ответственность, она не только влияет на вашу судьбу, на ваше здоровье. Ваша ответственность влияет и на других людей. Ваших соседей, ваших родственников, близких, ваших сослуживцев по работе. Кого вы заразите? Носите маску. Носите маску. Соблюдайте социальную дистанцию. Таким образом вы защитите и себя, своих близких и тех людей, которых вы невольно можете заразить. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов. Новости на Восьмом.